Академия воплощения детской мечты Академия воплощения детства, которую наша душа, придя в тело, сохраняя много-много-много времени, получая разные образования, школу, детский сад, институт, академии, пришли в социум и есть возможность заработать деньги. И очень важно как раз эту мечту, вот в этом и сложность, эту мечту не забыв, воплотить ее в поступки, в намерении в этой мечте проживать, в намерении эту мечту подарить другим людям, детям, конечно, и очень мудрым, я не буду говорить старикам, вот, слово не то, мудрость. Так вот, как раз я являюсь таким самозванцем, по сути, наверное, и по форме, потому что я реально дед, у меня две внучки, и я реально внутри настолько, наверное, уже накопил знаний, которые требуют воплощения вот этой самой мечты. И что делать дедам? Как всегда, рассказывать сказки долгими зимними вечерами, не просто их сочиняя или выдумывая, а обращаясь к опыту наших родов, к природе матушки, русский дурак, помните, всегда, везде, во всех сказках, былинах, как и Хаджана Средин, возле которого я стою, это их дурак, шутник, юморист, приколист. И вот это все вместе соединяет, то есть намерение души и ума-разума, воплощая свою мечту в реальные образы, это железобетон, это вот дерево, это замки, мы сегодня много чего увидим на этой территории, это как раз и есть воплощение мечты, потом думал-думал-придумал образ, мысли-образ, и потом овеществление, это и есть волшебство, честное и чистое.